Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Фадеевых. Едем открывать сезон жидкой воды. Едем мы в прекрасную Казань, на озеро Кабан. Вернее, на ближайшее от озера болото поймать 10 карасей. Друзья, мы надеемся, что нас ждет много интересных приключений на этом озере. И вы об этом обязательно узнаете. Ну что, друзья, мы приехали. Вот Кабан, вот болото. Соответственно, лови где хочу. Выбирай себе объект для любви и счастья. То есть тут плотва, тут карась, карп. Ну, в общем, возможностей в Татарстане зимой масса. Как вы видите, я настроен позитивно. Я также оделся по-весеннему. В фильме «Канзадза» есть такое понятие «цветовая дифференциация штанов». И вот, собственно, эти штаны. Жена говорит «фуксия», я говорю «красные». Ну, короче, я надеюсь, что это станет одним из способов привлечения рыбы. Ну, по крайней мере, людей я точно привлекаю. Потому что в Макдаке сейчас все со мной здоровались, как с каким-то там особым гостем, приехавшим в Татарстан. Ну, ладно. Собственно, начну я с того, что переоденусь. Переоденусь я в правильные сапожки американские от Группс. Новый костюмчик Redboard. Его уже в интернете все заценили. Говорят, ну что, давайте попробуй. Вот сегодня протестирую, потом я вам скажу, тепло в нем или нет на зимней хидерной рыбалке. Потом замешу корм, разложу снасти, ну и понеслась. Смотрите, вас ждет много интересного. Все сейчас спрашивают меня за эти треноги. Значит, пользуюсь случаем, отвечу. Сам очень долгое время сомневался на предмет того, стоит ли такую использовать. Но при условии, что если сдвигаешь в плотной и ложишь ее на голову треноги, то она никуда не играет. Видите, она достаточно устойчива. Естественно, палку в палку на одну сторону нельзя. То есть здесь этот узел сломается. Поэтому нужно все-таки делать разлет. Я тоже долго сомневался, но потом, когда увидел у одного человека подобную конструкцию, стал, соответственно, тоже обладателем такой штуки. И фактически, если кого интересует, потом расскажу, где это можно купить. Вот. Ну, такая штука. Вот эти вот, вот эти вот, бляй, веселые подставки. У всех они. У кого-то такие кривые, у кого-то там задротные такие. В разные стороны, направления. Вот и я, будучи подверженным модным течением, решил попробовать такую штуку. Вот первый раз сегодня от Престон. Новая. На 36-й ноге должна, вроде бы, к моему рыжику подойти. Ну, вот, вроде, да, подходит. Попробую, друзья. Не знаю. Я обычно к другим привыкну. Надо попробовать и такое. То люди спрашивают, что вы об этом думаете. Хорошее, плохое. Пока не половишь сам, сказать четко не сможешь. Ну вот, прикрутил. Ну что, стол поставлен. Кочерга приклеена. Сейчас буду прикормку замешивать. Какую-нибудь такую попроще. Свою любимую от Дунаев. Вот. Ну, а потом уже и померю, что тут на дне. И вам все это, естественно, показать. Надо в ботылька положить. Волшебную каебочку. Волшебные каебочки сейчас очень популярны у нашего брата-спортсмена. Вот такие вот. В одну часть сыновей комара кладем. Потом, 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 потом. Сюда кладем крупненького. Вот он, татарский мотыль. Он татарским стал, потому что его откуда-то в татарцан привезли. Видите, какой славненький, сладенький. О, смотрите, какая красота. Нам сейчас пока не надо. Потом сюда можно посыпать сыновей мух белого цвета. Говорят, на этой подводной площадке карасио жрут опарыша. Надеюсь, надежда умирает последний. Сюда его чуть-чуть. Чик. Чик. Что он какой-то зеленоватенький. Странно. Давно такого не видел. А вот это вот, вот это, вот это, вот это. Сюда. Пусть отляшек греется и шевелится, чтобы получше шевелился. Ну что, значит, так как здесь все-таки водится тип того карп, есть карась. Первый состав – это черный карп. Мелкий, очень помол, небольшое, такое уникальное ароматическое сочетание кукурузы и пряностей. И, соответственно, куча-куча классного панировочного сухаря, которые с удовольствием карасик и карпик должны есть. Значит, вторая тема – это метод Фидера Грин. Один из самых популярных сейчас составов у обычных любителей для ловли карасей, особенно на юге России. Соответственно, они, кстати, состав очень хорошо ловят и карпов на флет, собственно, для чего он и создавался. И один к одному, причем при условии, что сначала засыпается килограмм вот этой смеси, пол пачки вот этой смеси, хорошо увлажняется, а в конечной стадии добавляется еще грамм 200 вот из этого пакета. Прикормка получается такая. Слегка не увлажненная. С учетом того, что здесь маленькая глубина, и, наверное, рыба будет реагировать на плавающие частички. И главное, что эти плавающие частички не будут иметь такой вот агрессивной цветовой гаммы. Зелененькая как раз по цвет травки должно какое-то количество карасиков привлечь. Ну, я, по крайней мере, надеюсь. Значит, принцип такой. Вот я килограммчик черного карпа высыпал. Пол килишка высыпал метод фидергрина. Прямо полкило. И пол пачки осталось. Пробил, видите, получился такой грязный зеленый. Ну, все равно больше черный. Потом водички. Прямо водички на этот объем можно, наверное, миллилитров 300. Загоняете и даете стоять 30 минут. Так, по внешней такое ощущение, что, ну, корм слишком много воды. Сюда поставил я сразу. Но я знаю, что дунайские корма хорошо пьют воду. Поэтому не стоит переживать за то, что вот такая вот влажность, сырость, грязная в корме останется. Сейчас все это панировочным сухарем всосется. Напитается правильной ароматикой. И потом можно будет посмотреть, нужно ли еще воды добавлять. А на самом конечном этапе еще, может быть, 200-300 граммов зеленочки сюда засыпать. И будет вообще конфетная прикормка. Значит, вы видите, что я не засыпаю, не заливаю никакой ароматики, не сыплю никаких там спецдобавок. Все вот именно так. Единственное, что бы я мог бы добавить, если ловить в подобных условиях в сильные критические температуры, можно было сюда прям ложку соли шлепануть поваренной, чтобы корм не замерзал на морозе. А сейчас плюсовая температура, поэтому загоняться не стоит. Ну, пусть вот наше это дело постоит. Для того, чтобы оно в максимальной степени хорошо себя почувствовало, надо фирменным полотенцем от Дунаев это накрыть. Когда Дунаев с Дунаевым соединяется, вообще супер-мега Дунаев получается. И немножко Фадеева. Вернее, когда Дунаев с Фадеевым соединяется, получается мега-крутая вообще штука. Ну, чего? Вот оно, собственно, карасевая Эльдорадо. Разложил я сегодня для начала суперу в длине 3,80 и с тестом до 50 грамм. И, в общем, попробую я сейчас промериться. Парни сразу заорали. Лёха, 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 Лёха! Не надо ничего маркириться, сейчас сразу груза оторвешь. Ну, пёс бы с ним. Не грех оставить в этих водах модный грузик оранжевого цвета от новой модной фирмы. Чуть позже о них расскажу. В общем, эти груза, походу, есть сейчас только у меня. Но скоро появятся, вы знаете сами где. В общем, груза сделаны очень интересно с точки зрения качества прокраски. Соответственно, есть висад 30-45-60 граммов зелёного и оранжевого цвета. Оранжевого специально. Сейчас вообще тема модная. Оранж, апельсиновая. Вот, видите, везде практически оранж. В общем, груза очень интересны именно тем, что они очень хорошо сделаны и стоят недорого. Ладно, не буду галимую рекламу порой. Давайте проберем. Ну, делаю так вот забросики веерно. Всё равно, как бы, чувствую, что на дне там, конечно, говняшечек и всяких зацепчиков достаточно. В общем, под этим берегом получается глубже, чем там. Вот, поэтому, я думаю, ловить я буду максимум на дистанции метров, может быть, 12-13. Глубина, наверное, около метра. Метра даже нет. Да, там где-то, может быть, 90 сантиметров. 30-граммовый грузик практически не показывает, то есть он сразу же падает, что, собственно, свидетельствует, что метра нет. Дистанция будет вообще вот такая вот, прям в ряд. Думаю, кормушечками надо здесь ловить граммов максимум 7-14. И очень аккуратно, тихонечко подавать в живой компонент. Тоненький поводочек, маленький крючочек. На дне ил. И, соответственно, какие-то веточки. Ну, собственно, всё, что является классическим отображением таких болотистых мест. Ладно, давайте про грузик расскажу. А то там уже вам парни кричат, слышат, как я рассказываю, что это за фирма такая, что это за груза. Значит, компания называется Black Sea Tackle. Чёрное море, короче. И судя по тому, что такое название, это всё дело российское, друзья. Компания российская. Корни у неё практически такие же, как от замечательной компании Vegas, кормушками которой я ловлю уже, наверное, 8-й год пошёл. В общем, крымский продукт, друзья. Всем советую. Хорошо поставленный вертлюг и замечательная прокраска. Естественно, для того, чтобы полностью понять качество исполнения и вообще, насколько они будут проживать, с точки зрения именно выносливости краски, нужно прогонять их и по суровому типу дна, половить на камушках, половить на... Просто на местах, где много ракушек под водой. Насколько они обдерутся, насколько их надолго хватит. Ну, в плане информативности, конечно, великолепно. Я надеюсь, что появится ещё груза в весе там 7-14 граммов. Что, собственно, актуально именно для участков таких, как здесь. Потому что здесь вот 30-ти граммовик, он только считывает подводную игру. Да, конкретно. Какая-то взвесь на дне, редкие камушки и какие-то маленькие-маленькие-маленькие какие-то палочки. Ну, он и, собственно, постоянно вытягивает. Он даже такой... Трава какая-то пожухая. Ну, вот, собственно. Ну, что, прошло 30 минут. Демонстрирую вам корм. То есть он вообще как сухой. Он немножко закомковал. То есть он сухой. Это говорит о том, что вот тот объём воды, что я скинул в изначальной стадии, она вся выпит. Значит, теперь нужно ещё добавить водички. Потому что влажность пропала. Водички нужно добавить совсем немного, чтобы не переборщить. Вот. Вот теперь появилось такое вот реальное ощущение влаги. В принципе, в процессе можно ещё добавить водички. Но я пока не стал, потому что всё-таки я чувствую, что мелкий мотыль, который у меня есть, да, он доувлажнит, в конце концов, этот корм. Поэтому вот буквально немножечко. Вот пару вот таких горстей. Вот на этот объём. Корм готов. Теперь вам надо показать его, да, как он работает. Пойдёмте, покажу. Итак, по снастке буду использовать классический ранинг без отвода. Значит, у меня снова шнур 01, мистик. О нём чуть позже. Потом шок-лидер из Шамана Техниум лески в диаметре 0,2 мм. 0,20, да? Вертлюжок, петелька, такой вот цилиндровый отбойничек. И, собственно, вертлюжок гуляет, стопорится отбойничком. И на застёжке кормушка-сетка от Vegas в размере смол в весе 7 грамм. Значит, возможно, я буду ловить и 14, если поднимется сильный ветер и начнёт бить в леску. И, соответственно, двигать кормушку, да? То есть, тогда я поставлю такую же аналогичную, в весе 14 грамм. Вот. А пока семёрка, потому что глубина маленькая, чтобы сильно не шуметь, чтобы очень деликатно подавать прикормку, оснастку. В общем, первым делом сделаю, ну, может быть, забросов 4 просто с обычным кормом в точку лова. Ну и как бы пристреляюсь. Чётко ориентир на противоположном берегу вон такое ветвистое дерево. Там какой-то вон металлоконструкция какая-то под ним. Вот буду чётко немножко наискосок забраться. Корм не сильно не трамбую. Буквально вот загрузил в контейнер. И тихонечко... Ну что, друзья, с момента начала рыбалки прошло 40 минут. Я видел три поклёвки. Три. Поймал двух оконей и одного маленького окушка, наверное, с пальчиком вот тут вот под берегом он у меня сорвался. Решил пойти на беспретендентную для спорта махинацию и ловить на два удилища. В любом случае нет таких грандиозных планов здесь сидеть сегодня в формате шести часов. Надо просто поймать 10 татарских карасей. И в принципе я глубоко убеждён в том, чтобы их поймать, не поймать в тех точках, где ловится окуня. Поэтому одна дистанция у меня, с которой поймались окуни, буквально на расстоянии 12 метров от берега, а другая где-то метров, наверное, на 17 от берега. И вот одной палочкой я буду подрабатывать в проводочку, а другой палочкой я буду работать именно в стационарном режиме, ждать поклёвку и чётко со дна. Значит, что касается того, на какие поводки я ловлю. Ловлю я сегодня на мою любимую замечательную новую мега свежую леску от Дунаев, Тим Дунаев. Диаметр 0,1, естественно. И крючки 311 от Престон 16 номера. Такие малюсенькие, вообще микрокрючки для суперзрячих людей. В общем, поводки стоят. Оп, вершинка выпрямлилась. Оп, 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 оп. Ну, вот видите. Отстрел называется. Третий окунь, который заглотил до самых помидорчиков. Знаете, где у окуня помидоры? Я вам не расскажу. В очень особенном секретном месте. Ну, что мой золотой, любимый, зеленый, полосатенький. Давай, ведрышко. Опять. Клюнул он на 3 мотыля. Вот я еще раз посажу 3 мотыля. Не буду жадничать. О, палка эта согнулась. Нет. Ну, это вот такой, знаете, лоховской любительский вариант. Когда клюет сразу на 2, а когда в руках удочка, которая стоит, блин, целое состояние, бросать ее, не пойми куда на камни. Ну, знаете, как-то богохульство мне кажется. Поэтому я спокойно положу и протяну. И, естественно, нифига там уже нет. Ну, подход, то есть, такой. Я верю в то, что поймать, чтобы здесь поймать нормальную рыбу, здесь нужно ее ловить со дна. Я имею в виду караси. Чтобы половить здесь окуни, здесь можно его ловить на проводку, на протяжку, на продрочку. Ну, как это кому удобно, так и называет. Проводку, конечно, делать по такому замусоренному дну, ну, крайне некомфортно, потому что сразу идут минус поводки. Проводку именно в классическом плане, когда вы тащите на себя кормушку. Поэтому проводка делается... Опа-хопа! О! Татьяна Андреевна, может быть, вы поможете? Вы знаете, когда у человека есть ассистент, и еще он живет с тобой много лет в любви и согласии, он тебе может... Вот, видите? Татьяна Андреевна поймала его, понимаете? Да, он там поедет... Тоже до помидорчиков. Сейчас, подождите, я заброшу. Короче, походу, сегодня день волшебного... О, дайте мне покуня. Надо узнать, как будет на татарском покуне. Оп! Поводок оторвался. Ну, ничего страшного. Привяжем его. Продолжаем рыбалку. Как зовут его? По-татарски карась? Коррек, коррек. Коррек, 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 коррек. Татарский карась. Ну, ты мой любимый золотой номер один сегодня. Я говорю четко со дна. На два мотыля. Ну что, я думаю, вам, наверное, интересно по поводу того, что за эти удочки скажу. А то по поводу супер, очень много всяческих противоречивых там мнений. Ну, однозначно, эквасы, бланки более сухие. То есть более легенькие, более изящные. В принципе, вот эта палка 3,80, вот эта палка 3,50. Ну, 30 сантиметров, условно говоря, разница. Ну, допустим, даже это какие-то там, ну, например, там 15 грамм, к примеру. В катушке идентичной. Это легче реально граммов, наверное, на 50 точно. Ну, не 15 сантиметров это играет роль. Более сухой, более, соответственно, тоненькие рамы. Ну, палочка такая прям сухенькая, звонкая. И рыбку, с учетом того, даже что я здесь на леске, тащу, она прям вот ощущается. А здесь на шнуре, зато запас прочности, походу, у палки нормальный есть. Она тоже такая, ну, лака в ней больше. И, наверное, всякого такого композиционного материала, стекляшки тоже побольше. Она весит побольше, но тоже, в принципе, вот этот маленький карасик, там, граммов на 30, я его ощущал. Ну, вот эта палка более такая прям чувствительная, я имею в виду ЭКОС. Конечно, хочется подержать рыбу покрупнее, ну, хотя бы граммов 100. Будет это или не будет сегодня, не знаю, но посмотрим. По поводу забросов. Значит, забросы в целом, точности и тут, и тут. Ну, тут мне сложно было проверить, я все равно какой-то динамики здесь не соблюдал. То есть частоты именно частых забросов относительно, там, дистанции, там, хотя бы, там, 40-50 метров. Так я не кидал. Этой палкой, видите, вообще под ногами ловлю. Ну, в принципе, достаточно комфортно. Оп, поклевка. О, 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 о. То есть очень прям такая удочка звонкая. Конечно, Shimano Technium играет большую роль. Сама по себе леска очень жесткая, и поэтому, ну, на ней как практически на шнуре видны поклевки. Кстати, все всегда меня спрашивают, ну, чего, почему Shimano Technium, а не какие-то другие производители. Ну, Shimano Technium просто имеет всего, там, 15-20% растяжимости, а основная масса монофильных лесок, она имеет порядка, там, 30 даже, вот, процентов растяжимости. То есть считайте, у обычного монофила в два раза больше растяжимости. Вот. И по поводу долговечности. Вот данная леска у меня второй сезон. Я просто местами поменял на шпулях. То, что было там внутри катушки, оно ушло теперь здесь наверх. Поэтому два сезона запросто могу работать с леской, которую покупаю в разметке 200 метров. А с учетом того, что это, ну, фактически пикерная будет снасть, там, до рубежей, там, до 30 метров максимум. То есть я думаю, мне, ну, этой лески на сезон хватит. Вот так. Значит, что касается тоже Дунаевской лески, потому что тоже неоднозначные вопросы идут, почему она хорошая. Ну, на самом деле, потому что она свежая, парни. Все очень просто. Она свежая. А свежесть лески это большое значение имеет. Основная масса тех лесок, которые мы имеем на рынке, там, импортного производства, в частности, они какое-то время могут полежать. И, соответственно, у любой лески при попадании ультрафиолета, при изменении температурного режима срок годности, как сказать, сходит на нет. А здесь за счет свежести она, ну, очень хорошо себя показывает. Памяти у нее практически нет. Тоже такая жестковатая. На поводке огонь. Вот посмотрим, что с ней будет через год, потому что это главный показатель. Но пока вот нареканий нет. Все наши такие дунаевские эксперты на нее ловят, балдеют, кайфуют и выигрывают на соревнованиях. Вот так. Ну, собственно, пока в зачете где-то, наверное, штук 6-7 акуней. И один маленький карасик. Я, конечно, не грублюсь особо с мелким мотылем. Все равно я понимаю, что сейчас не активность. Активности в жоре у рыбы нет. То есть поклевки не на каждом забросит. И дистанция короткая, предельно короткая. В принципе, джиговать я не могу. Поэтому все-таки думаю, карася лучше выловить именно в классике чисто со дна. И я думаю, пора уже, наверное, укрупняться немного в насадке, чтобы она была более заметной для... Как их там называют? Барсики, что ли, карасей? Есть там персонажи у нас в интернете, которых почему-то барсиками называют. Так что нам еще осталось поймать 9 татарских карасей для ощущения полной благости. Так как пока это не произошло, буду пользоваться хитрыми всякими заготовками домашними. Есть у меня, например, достал я из секретного кармана аромакомплекс карась. Я вот не буду... Такой запах выпрямил с вершинка. Ассистент? Ну, я могу себе это позволить. Татьяна Древна сейчас там кого-то должна. Буду что делать? Буду макать паромакомплекс карась в свою наживку. Вот так, вот так, вот так. Затащи! Вот так, вот так. Мистер Охмин. Вот так. Охмин привезет. Все, где старцы, Таня. Так что, перехожу на спец. Спец-заготовки. Вообще, добавка аромакомплекса карась, она чисто летняя. Сделана она была для лета, больше стыней. Там сложные компоненты. То есть, там есть чуть-чуть чесночка, чуть-чуть перчика, чуть-чуть паприки. Соответственно, там чуть-чуть подсластителя. Но все классические волшебные добавки, которые могут простимулировать карасиков кормиться. Но иногда эта добавка может от обратного сыграть, может и не работать. Поэтому, если мы даем вам неизместен, собственно говоря, как мнеет, не надо грубить с тем, чтобы сразу туда кучу всего заливать. Куча всякой аромы, жидкостей, надежде на то, что если написано на банке карась, то здесь сейчас все прям взорвется. К караси все приплывут, на берег выйдут, с вами здороваться, кушать буквально из ведра на берегу, такого не произойдет. Все эти добавки, они являются просто дополнительным стимулятором, который может выделить наживку или прикормку. С учетом того, что вы раньше, например, проверили, видите, что на этом водоеме работает эта арома. Тогда ее в корм можно добавлять. О, о, опять нырнул. Сейчас, достань. Сейчас проверим. Вот здесь уже сидит. Ничего здесь не сидит. Насадка крупнее, и мелкому окуню сложнее ее заглотить. Да, кстати, одна есть характерная черта. Если вы видите поклевку, достаете, а насадка совершенно цела, скорее всего, это окунь. Потому что окунь кушает как? Он не всасывает, не присасывает, а он зажимает насадку. И потом, если она ему не нравится, он ее открывает рот и выплевывает. И поэтому она выглядит совершенно, как будто нетронутой. А это, если это происходит у вас, это, скорее всего, у вас окунь клюет. Давай, карась, 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 карась. Боим карася. Ну что, друзья, весна, она такая обманчивая. Начался снежок, и резко прям отрубился клюв. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что снежинки попадают в воду, как-то рыба пугает на маленькой глубине. Ну, короче, суть не в этом. Не ловится карась так, как я хотел. И я думаю, одна из причин связана с тем, что в моей прикормке много мелкого мотыля, и плюс метод фидергрин – это корм, в котором есть рыбная мука, который, соответственно, привлекает окуни в первую очередь. Поэтому, что я решил сделать? Я решил 30 минут вообще не кидать корм в точку лова, ни в ту, ни в другую, и не добавлять, естественно, просто забрасывать туда пустые кормушки. И результатом стала поимка еще одного карасика. Сейчас я, соответственно, решил еще половить ровно один час. О, выпрямилась вершинка. Выпрямилась, выпрямилась, а то уплотка должен. Вот там есть. Половить так еще один час, и потом, собственно, завершать. На самом деле, с учетом того, что сейчас еще марта, на большинстве водоемов погодка не ахти. Исключением является только Москва-река и юг России. Половить маленьких карасиков, конечно, не в количестве, плюс вот таких вот замечательных окуньков, на мега-лайтовой снасти хорошего качества, это одно удовольствие. Бульк. Поэтому буду наслаждаться и дальше, чего, собственно, и желаю вам. А в конце покажу вам свой улов и сделаю рецензию, конечно, своего нового мега-модного оранжевого костюма от нашей компании RedBord. Пока мне тепло и даже жарко. Правда, шапка у меня не очень теплая, иногда как бы продувает. А так голову, а так все остальное, жара, 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 жара. Ну что, решил последние 10 минут порыбачить и, собственно, остановить рыбалку. Трех часов на болоте мне достаточно для того, чтобы понять, что я еще умею ловить на фидер. Короче, какие здесь выводы? Выводы такие, что изначально нужно было ловить следующим образом. Может быть, первый час ловить с кормушкой, а потом вместо кормушки ставить грузик. Я просто грузик, к сожалению, не взял. Сейчас просто закидываю пустой кормушкой и это дает мне плоды какие. Возможно, из-за того, что окунь выел мотыля или, возможно, из-за того, что перестала там существовать какая-то муть под водой. Не знаю. Точно объяснить не могу. Сейчас поклевки редкие, но все они карасевые. Вот за 20 минут последних я поймал аж 3 штуки. И получается, тотал у меня к этому моменту 5 карасей. Конечно, я не знаю, смогу ли я за 10 минут сейчас поймать еще 5. Я слабо в это верю на 2 удочки, но факт остается фактом, что в данном контексте, из-за того, что здесь маленькая глубина, из-за того, что здесь, соответственно, может быть колбасит погоду, рыба как... О, видите. Мимо что-то. Рыба очень капризная. Это опять окунь. Опять опушок. Этих я поймал, наверное, десятка-два. Может быть, даже поболее. Ну, тоже приятно с точки зрения сезона и ловли вот именно на изящные снасти этих рыб. То есть, если я сюда приеду в следующий раз, то я буду ловить следующим образом. Я буду использовать всего 1 килограмм прикормки. Возможно, уберу рыбный компонент. Видя метод фидергрин, оставлю только 1 килограмм черного карпа. Тоже половину уложню, а половину потом сухого засыплю сверху. И, соответственно, первый час буду ловить с кормушкой, а потом буду ловить просто грузиками. И при ослаблении клево, может быть, буду там добавлять небольшое количество все же корма. Ну, и все-таки из-за того, что основная рыба была все-таки поймана у меня на крупного мотыля здесь, на одну или на две личинки. Я имею в виду и окуни, и караси, то все-таки иногда мелкого мотылика нужно добавлять. Это, по крайней мере, мои выводы с этой рыбалки. Каждая рыбалка для меня – это некий как бы вызов, некое приключение, которое стимулирует меня думать. Я не езжу уже давно на рыбалке ради того, чтобы просто там кайфануть на природе. Это само собой разумеющееся, но еще я постоянно что-то в себе совершенствую. Я могу оказаться в подобных ситуациях на соревнованиях, и поэтому должна быть постоянно какая-то работа, работа в голове. Советую вам тоже работать на рыбалках головой. Поверьте, уловы с каждым, с каждым разом будут только расти. Вот так. Ну что, пока мы болтали, 5 минут прошло. Еще 5 минут, и будем оценивать наш улов, отпускать его и собираться домой. Ну что, друзья, я финишнул. 3 с копейками на болоте рядом с озером Кабан, март, снег, лед везде, а мы ловим прекрасную рыбку. Я вместо 10 карасиков поймал только 5. И самые большие из них, вот. Вообще, супер-мега-красавчики, которые могут вырасти в мега-гигантских рыб по полтора килограмма. Ну, по крайней мере, я в это буду верить, что их здесь никто не поймает, не съест, а я их сейчас отпущу, и с ними будет все хорошо. Ну, общий улов, наверное, потянул на около килограммчика. Класс, куча окуней евростандартного размера и 5 карасей. Вот так. Урок следующий. Нефиг кормить рыбной прикормкой, меньше мотыля, и очень все должно быть изящно и тоненько, и тогда карасики будут ловиться в трудную погоду на этом прекрасном месте. А вам советую не сидеть дома, отправляться на рыбную ловлю в те места, где не замерзает, но если, в конце концов, таких мест рядом с вами нет, тогда вяжите свои оснастки, готовьтесь к сезону. Он уже не за горами, какой-то месяц, и уже везде попрет. С вами был Алексей Фадеев и его влог. До новых встреч! Блин, ребят, что-то не забыл вам про костюм рассказать, а то все спрашивают, каков он. Ну, смотрите, сидел я здесь где-то 3,5 часа, погода где-то, наверное, единичка-двушка, но я реально... мне было жарко. С учетом того, что я одет... Там у меня легкая термуха, плюс флиска. Ну, короче, это зимний вариант однозначно. А так, мне нравится, что он легенький. И реально, вот видите, воду не пропускает. Он вот не пропускает, логично, он новый. Вот, а так, конечно, с точки зрения общего комфорта очень понравился. Ну, а так еще, конечно, замечание, тоже могу сразу такое правдивое сделать, что здесь очень мягенькая ткань, не такая грубая, как на многих куртках или на многих штанах зимних, да, там от других фирм. И логично, что вот такой маленький материал, вот такой вот нежный, если сюда будет засаживаться крючок, то есть освободить будет, ну, достаточно проблематично и в любом случае дырочка останется. Поэтому советую пользоваться удлиненными фартуками, как я сегодня. Я это как бы уже немного предугадал и, соответственно, у меня, ну, как бы я сегодня аккуратно ловил и крючки у меня, если зацеплялись, то зацепляюсь за мой фартук. Вот, а так, первое впечатление, самое, что ни на есть, классное. Буду тестировать его дальше, может быть, еще и в этом году успею. Вот так мне было сегодня в нем реально жарко, комфортно. Единственное, вот там голову поддувало, потому что у меня обычная хлопчат бумажная шапка. Ладно, короче, ловите в том, что вам нравится. Просто чаще ловите. Балдейте на природе. Вон, как чувак балдеет на этом гироскутере. У него своя нормальная болезнь в голове, как и у нас, собственно, у рыбаков. Увидимся на рыбалке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова